Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствия и почтения! Выкладываю этот ролик заранее, чтобы вы его не пропустили. Коридор затмений, 25 октября, 8 ноября. Высшие силы Санат Кумара, контактер Уэлит. Читает Лора. С 25 октября и по 8 ноября коридор затмений. На что обратить внимание в этот период, как спокойно его пережить? Я прошу выйти на связь того, кто сможет ответить на этот вопрос. Санат Кумара, я приветствую тебя! Здравствуй, душа! Я рад дать некоторые разъяснения на этот счет. Дело в том, что веками в людях возникал страх этих космических явлений. Но сейчас многие из вас понимают, что это время можно и нужно использовать, расценивать, как некий энергетический и информационный ресурс. Да, понимаем, что не все к этому готовы. И те, кто готов, смогут распаковывать эту информацию. И пусть таких людей немного, важно передать то, что поможет им. И, конечно, в первую очередь необходимо убрать всевозможные страхи относительно этого процесса. Все циклично. И вы это знаете. И в то же время все развивается по спирали. И значит, каждое следующее затмение и весь период между ними не похож на предыдущий. То есть это следующий как вибрационный уровень, так и информационный для планеты Земля и всех людей. Те, кто готов в этот период при полном понимании процессов, смогут активировать в себе некоторую категорию знаний. Это будет возможно сделать через те коды, которые в этот период будут транслироваться на планету. И, конечно, мы понимаем, что многовековыми установками, связанными со страхом этих событий, в некоторых людях могут поднять из глубины не очень приятное проживание. Но это время как раз, в котором возможно вывести на поверхность то, что скрыто. И на что стоит обратить внимание. И если вы пытаетесь что-то спрятать сами от себя, о себе, это выйдет на поверхность и может очень сильно повлиять на эмоциональную составляющую вашего проживания. Для тех, кто не пытается прятать себя от себя, это время, в котором будет возможность открыть новое понимание событийности. То есть, вы понимаете, что одно и то же событие может быть для кого-то знаком плюс, а для кого-то знаком минус. Все зависит от вас. И можно воспринять этот период как своеобразный тест. Если события и ситуации несут чаще всего негативный характер, то это прямое указание на то, что есть много непроработанных моментов, на которые вы закрываете глаза. Если события больше позитивные, поздравляем, у вас есть возможность взять скрытый ресурс. Теперь он для вас стал доступен. Благодарю за ответ и я благодарен тебе, душа. До встречи. Маленькое предложение. Дорогие друзья, когда поднимаются вот эти негативные старые события, вернее их энергия, хотя вам кажется, что вы уже с этим вопросом разобрались, но до какой-то степени, а из глубины он еще эродирует. То есть, корни не удалены. Поэтому сейчас мы с вами работаем с корнями. И вот есть, конечно, такие у нас с вами ситуации, но которых мы просто не помним. Ввиду многих причин. И поэтому есть очень хорошее предложение разместить вокруг себя плеядеанскую камеру квантового преобразования здесь и сейчас, в своем настоящем. Ультрафиолет сверху, ультрафиолет снизу, ультрафиолет слева, ультрафиолет справа, ультрафиолет впереди, ультрафиолет позади. Я здесь и сейчас разместила вместе с плеядеанскими эмиссарами света камеру квантового преобразования ультрафиолет и прошу в ней трансформировать все те энергии, которые я по какой-либо причине не могу вспомнить или не могу с ними проработать. Но мой осознанный выбор – жить в мире любви, благодарности, благодарении, расширении, вознесении. Эта камера может работать от 10 до 30-40 минут, в зависимости от того, насколько вы готовы сами работать и насколько вы работаете с глубиной или насколько поднялась из глубины. Поэтому мне вопросы о деталях этой камеры задавать не надо. В электронном виде есть книга «Амора Гуань инь. Наследие плеяд». Пожалуйста, читайте. И размещайте эту камеру тогда, когда у вас есть в ней необходимость. По-моему, ограничений там нет. Для вас будет удобно проводить эту камеру в лежачем состоянии и под колени положить подушку. Желательно чем-то укрыться для более комфортного расслабления. Приятного провождения в камере квантового преобразования. Как ультрафиолет вы можете точно так же разместить ультражелтый, ультразеленый цвет, ультраалый. То есть те энергетические цвета, в которых у вас есть на сегодняшний день необходимость. Мы уже много раз говорили, что исцеление в новых частотах идет через свет, свет и звук. В данном случае, когда вы размещаете вокруг себя цвет, то исцеление идет с помощью спектра света. Приятного всем исцеления в камере квантового преобразования вместе с плеядеанцами, осознанно принимая себя. Продолжение следует...